вы не знаете кто вы вы не знаете что происходит вокруг все что вам известно у вас в руке есть катана и вы умеете очень быстро бегать но куда бежать ответ на этот вопрос оставьте голосу который откуда-то взялся в вашей голове он направит вас туда куда надо ваше дело исполнять ваши ноги и острый клинок это все что вам нужно чтобы справиться с любой ситуации ghost runner начинается практически сразу же после того как вы нажимаете кнопку новая игра никаких долгих вступительных кат-сцен или чего-либо еще если не считать одну после заставок перед главным меню прямо сразу вас бросают геймплей и за пару минут рассказывают на какую кнопку прыгать как бегать по стенам как атаковать врагов и как делать дэш по большому счету это все что вам нужно знать чтобы пройти игру однако такой минимализм вообще не означает что вам будет легко в эти же первые минуты вы увидите главный геймплейный твист вы убиваете любого врага всего одним взмахом катаны но при этом и сами вы погибаете всего от одной пули учитывая что уже практически с самого начала против вас ставят сразу несколько врагов которые могут парить вас одновременно с разных сторон я думаю становится понятно что умирать здесь придется много ведь если вот такое происходит уже в первые минуты то что же будет дальше но это неплохо игра целиком и полностью завязана на паркур что делает ее по сути платформером от первого лица и чтобы преуспеть вам нужно уметь какого черта у меня выходят случайные рифмы первые две минуты видео быстро ориентироваться в пространстве и на лету соображать как его использовать по какой стенке пробежать куда от нее оттолкнуться использовать ли тот крюк наверху чтобы подтянуться к нему и ускориться или же попытаться пробежать по земле напролом помогая себе дэшем из стороны в сторону всеми этими вопросами приходится жонглировать ежесекундно и беспрерывно и поначалу для людей не привыкших подобным ситуациям это с большой вероятностью будет too much что уже само по себе почти данность потому что игр про такой быстрый паркур да еще и со сражениями какими простыми бы они не были механически в природе существует очень немного и да мне сначала тоже было сложно я часто терялся я не успевал ориентироваться я забывал отслеживать врагов и как результат мой счетчик смертей на уровнях очень редко когда был ниже 40 50 а иногда он доходил и до трехзначных чисел и по-хорошему когда где-то за три часа игры вы успеваете умереть в прямом смысле полтысячи раз это не может не расстраивать или хотя бы как-то раздражать по-хорошему но гауст раннер это не совсем обычный случай хороший паркур живет и умирает за счет одного только состояния потока когда все движения полеты на метры вниз отскоки от стен почти без контакта с ними уклонение от атак последнюю миллисекунду сливаются вместе в один единый забег когда вы не останавливаетесь даже для того чтобы подождать какой-нибудь лифт лично мне даже представить сложно насколько круто это может ощущаться в реальной жизни а вот в играх с этим проще две самые важные вещи от которых зависит все это анимации и само движение его физика легкость предсказуемость и все в таком духе и не сказать что гауст раннер здесь идеально но у нее дела с этим обстоят очень хорошо конечно иногда вы можете промахнуться мимо платформы или игра решит что вы немного не под тем углом посмотрели поэтому вам теперь не надо резко вверх хотя на самом деле именно это вам и нужно но чаще всего это происходит по вашей собственной вине и от этого даже не обидно потому что игра очень быстрая и вашему провалу чаще всего есть вполне разумные оправдания из двух слов не успел попробуй успеть одновременно прыгать между стенами уклоняться от пуль устранять врагов причем делать все это с максимальной точностью и совершая каждое движение вовремя потому что промах всего на сотую долю секунды вас прикончит зато как круто это ощущается когда вы выходите из ситуации победителем когда каждый ваш прыжок до стены удался когда вон того чувака вы зацепили на расстоянии отразив его пулю в него самого своей катаной а удачный дэш в сторону спас вам жизнь когда вы замахиваетесь клинком на врага будучи еще в воздухе вы ускоряетесь когда вы прыгаете в сторону любой вертикальной поверхности вы сразу начинаете по ней бежать а волран не ограничен ничем кроме длины самой стены и хоть там вы бегаете быстрее чем просто по земле а большей скорости это всегда хорошо это не значит что вас невозможно попасть когда вы съезжаете по наклонным поверхностям вы можете достигать огромных скоростей когда приходит время с них спрыгивать инерция сохраняется заставляя вас парить в воздухе по ощущениям чуть ли не вечность но даже ее может не хватить если вы слишком замечтаетесь и не скорректируете курс подвешенные надвязные крюки за которые можно цепляться дадут вам спасительную инерцию и горизонтальный вектор но если в этот момент вас стреляют вам скорее всего придется придумать что-то еще это все к тому что движение в этой игре ощущается просто восхитительно видно что она вам слегка помогает приклеивая к поверхностям но даже это делается чисто для того чтобы было проще совмещать паркур с боями все остальное вы делаете сами игра лишь подчеркивает ваши действия визуально чем быстрее вы бежите тем шире поле зрения чем с большей высоты вы приземляетесь тем сильнее качает камеру при приземлении потому что перекатов здесь нет но это и хорошо учитывая главную особенность боевки звук катаны разрезающий негодяев пополам служит очень ярким и крайне приятным сочным подтверждением вашего мини триумфа подтягивание на крюке одним звуком заставляет ощущать вес и самого действия и персонажа и все это время в уши не перестает литься превосходный электронный саундтрек от дэниел делюкс который отлично задает ритм и подчеркивает с этим с большим количеством него на своей собственной долей синтвейва а если вы играете на playstation 5 то вас ждет очень хорошая поддержка геймпада dualsense про которую я в курсе что уже все всем все уже прожужжали но что я поделаю если конкретно в гост раннер это настолько усиливает ощущение от движения когда вы подтягиваетесь нажимая на курок он постепенно становится все туже чем сильнее вы на него давите когда вы катитесь по рельсам вибрации передает буквально каждую царапинку и неровность металля по которому вы скользите каждое приземление отдается твердым и плотным ударом как и успешные попадания катаной все это делает и без того отличную механику движения еще лучше вы просто не хотите переставать бежать не хватает только размытия в движении даже такой опции здесь нет и игра почти не ставит перед вами никаких преград которые бы вас от этого останавливали хотя казалось бы вот я буквально только что говорил что паркур живет за счет состояния потока описывал как играть тщательно его состоит но вместе с этим же было мое заявление о каком-то безумном количестве смертей на каждом уровне несостыковочка как бы не так когда вы умираете перед вами конечно появляется экран смерти с предложением нажать кнопку чтобы продолжить последнего чекпоинта но это ни в коем случае не является преградой контрольные точки здесь расставлены крайне щедро буквально в начале каждого нового замеса и каждого испытания на платформинг а каждая новая попытка не требует от вас абсолютно ничего вы можете даже успеть нажать кнопку перезагрузки до того как полностью закончится анимация экрана смерти и вы вернетесь на чекпоинт даже без перехода через черный не то что без загрузочного экрана вам даже стик отпускать не придется именно это казалось бы мелочь играет ключевую роль в сохранении состояния потока сколько бы десятков и сотен раз вы не умирали вас прикончили не беда вы можете продолжать движение меньше чем через пол секунды и рано или поздно вы сделаете что-то такое от чего охренеете сами не понимаю что вы так вообще умеете однако не одним движением единым круто что она есть но только на нем игру не сделаешь в большинстве ситуации игра дает вам свободу выбора в том как вы подходите к конкретному замесу часто у вас есть несколько разных путей по которым вы можете пойти каждый раз или пробуя новый подход используя разные элементы окружения меняя волкран на полеты по крюкам или пытаясь отшлифовать старый который вы чувствуете что хорош но вот совсем чуть-чуть вам не хватает скорости или ловкости одна вещь которой эта игра очень хороша она мастерски заставляет вас думать на ногах вы почти никогда не перестаете двигаться и пока вы бежите у вас нет времени на размышления о следующем действии решение надо принимать прямо сейчас иначе вас или пристрелят или вы упадете вниз или еще что даже если сейчас перед вами прямой путь все равно расслабляться нельзя потому что какая-нибудь опасность вас все равно поджидает и с ней надо разобраться а вы по-прежнему умираете от любого прикосновения половина всего веселья это ваши попытки максимально быстро вычислить следующий шаг так чтобы он вас не убил на каждое действие у вас есть от силы одна секунда а часто и того меньше спрыгнуть с одной платформы на другую воспользоваться крюком наверху чтобы рвануть другой конец арены упасть на пол и убрать вон того пулеметчика решайте быстрее как ни странно сделать решение вам может помочь дэш если будучи в воздухе задержать кнопку которая ускоряет вас вперед то вы войдете в замедление и сможете подрулить влево или вправо и это не только даст вам дополнительное время но и позволит избежать летящие вас патроны а иногда откроет и новые варианты использования окружения откроется стенка которую вам что-то загораживало или вы сможете дотянуться до платформы которую иначе было бы не достигнуть в любом случае вы получаете еще пару рельс чтобы положить их перед собой и пространство в которых вы оказываетесь в большинстве случаев достаточно открытые в них много свободного места мало укрытий и при этом огромное количество поверхностей которые вы можете использовать как свой путь их изобилие означает что менять направление вы можете практически в любой момент и почти в любую сторону главное успеть среагировать на сами столкновения с врагами меняются на протяжении прохождения за счет дополнения новых видов сначала против вас вставляют только обычных болванчиков с пистолетами каждый из которых делает примерно по одному выстрелу в секунду но больших количествах даже они могут быть весьма опасны потом появляются чуваки с автоматами которые стреляют очередями и с ними уже надо быть гораздо аккуратнее для обоих могут появляться генераторы щитов которые вам нужно уничтожить прежде чем рваться в бой чуть позже приходят очень мускулистые ребята которые любят прыгать прямо на вас и от них желательно бы отпрыгивать подальше целые боевые роботы которые своими выстрелами плазмы покрывают очень широкую область и от них обычно очень сложно уклоняться но вы уж постараетесь и даже какие-то ниндзя которые ломают главное правило игры гласящее что каждый враг убивается с одного удара эти валятся с двух технически первым ударом вы останавливаете их атаку и дезориентируете а уже второй удар смертельный но тем не менее взмахов клинком все равно получается 2 из-за этого как по мне ниндзя в целом немного ломают игру потому что это почти единственный элемент который заставляет вас стоять на месте и ждать не круто конечно со всем этим зоопарком не всегда получится разбираться одним только острым клинком в руках со временем вы будете приобретать дополнительные способности которые пусть и работают через колдаун а он может занимать очень много времени минуту или даже больше но они могут очень сильно помочь в экстренных ситуациях есть способность которая позволяет выделить несколько врагов а потом одновременно их всех пустить на характере и телепортироваться за них крутая вещь но очень ситуативная и требующая точности и враги должны стоять плюс-минус в одной линии друг за другом и расстояние до них должно быть весьма определенная зато вторая способность куда более универсальная одним взмахом руки она может просто сдуть всех недругов до которых хватает дальности особенно люблю использовать ее против этих ниндзя хотя работает и волна которую вы можете послать вперед и она ликвидирует всех кто попадется ей на пути ей только прицеливаться нужно чуть лучше а вот зачем в этой игре нужна 4 способности я искренне не понимаю она позволяет подчинить одного из врагов себе и он на время станет вашим союзником пока его не прикончит кто-нибудь другой но учитывая что каждый враг на экране живет от силы несколько секунд я не вижу никакого смысла продлять вот таким образом мучение не им не себе где способности там и прокачка и она в гост раннер сделана весьма любопытно со временем когда вы получаете новые способности вам открываются и новые умения которые могут расширять их возможности это может быть увеличение дальности для смертельного дальше мгновенное восстановление энергии если вы устраняете нескольких негодяев за одно применение телекинеза все в таком духе однако интересность здесь в том что выполнено все это дело не в виде обычного дерева умений в виде своей отдельной игры в тетрис у вас есть поле с ограниченным количеством ячеек и на нем вам придется располагать те умения которые вам нужны каждая занимает свое количество ячеек и имеет свою форму так что выбирать надо с умом чтобы все влезло физически причем от количества свободных ячеек зависит и скорость пассивного восстановления энергии чем их больше тем быстрее реген весьма забавная штука и пусть она ограничивает вас в том насколько много всего вы можете в себя напихать по итогу это не особо много на что влияет потому что почти все умения касаются этих дополнительных способностей пользоваться которыми приходится не так уж и часто кстати говоря а откуда вообще появляются эти способности я рад что вы спросили по ходу сюжета мы будем иногда натыкаться на терминалы через которые мы погружаемся в кибербездну и некоторые из них как раз посвящены обучению новым способностям которые вам выдают в постоянное пользование после завершения сама кибербездна это весьма абстрактное пространство которое механически призвано разбавить общий темп игры заставляя вас решать простые головоломки проходить испытания на платформинг и попутно вываливая на вас какую-то там экспозицию никаких схваток здесь нет из того что я видел мнение людей по поводу кибербездны очень разделились многим нравится те пауза что она вносит в игру но при этом многих людей она в какой-то степени раздражает я нахожусь в последнем лагере сама идея неплохая с этим никаких проблем нет проблема в исполнении то что здесь нет столкновений с мимо ничего страшного ведь у нас все еще есть паркур так а вот и нет не угадали в кибербездне мы теряем все наши способности не даже не бега по стенам ничего этого нет мы можем только бежать вперед и делать обычные прыжки и вот это как раз выбивает из того состояния потока потому что отваливаются оба основных элементы игры и вы внезапно начинаете играть межте совершенно другое что заставляет вас ждать ограничивает в движениях и не дает и шагу ступить в сторону вот хоть ты тресни но собери мне 13 вот этих штук на вращающейся платформе для чего постоянно приходится останавливаться и ждать пока она не повернется нужной стороной и воспользоваться окружением чтобы не ждать тоже не получится а ведь головоломки которые игра перед вами ставят могли бы быть завязаны на паркур на ее основной козырь я с такой уверенностью это говорю потому что игра уже делает это вне кибербездны мало того что каждое столкновение с врагами это уже своего рода головоломка в которой вам надо придумать оптимальный способ разобраться со всеми плохишами за один присест так и вдали от негодяев гостраннер может ставить перед вами такие задачи иногда вы будете натыкаться на различные временные пауэрапы замедление времени высокий прыжок тюрикены подобные вещи и они могут появляться как боях так и отдельные от них и например далеко не единожды игра ставит перед вами цепочку из нескольких панелей в которые нужно метнуть тюрикены чтобы к примеру открыть дверь но при этом каждая панель активно только определенное количество времени она всегда разное а дверь открыта только тогда когда активны все панели одновременно если деактивируется хотя бы одна проход снова закрыт эти испытания конечно не отличаются сложностью но это все равно неплохие не боевые элементы которые по-прежнему задействуют движение главную сильную сторону игры значит можно и другие подобные вещи внедрить тем самым сделав кибербездну куда более интересным местом которое не уничтожает весь ритм игры да и визуально привести ее в порядок тоже не помешало бы она конечно красивая но из-за огромного количества ровных глянцевых однотонных угловатых поверхностей частиц и эффектов прозрачности из этих самых частиц на поверхностях ваш путь не всегда банально нормально читается что в игре про паркур опять же очень нехорошо но прежде всего мы опускаемся в кибербездну по сюжетным причинам если вы заметили что до этого момента я ни слова о сюжете не проронил а начинаю я о нем говорить после нескольких минут критики то вероятно вы подозреваете что мне вряд ли что есть сказать о нем хорошего и будете правы лучшее что я могу сказать ну он существует но с таким успехом его могло бы и не быть и я не думаю что игра от этого стала бы сильно хуже здесь у нас вполне обычная история о том что в этом кибербанковом мире есть злой правитель тиран который всех угнетает и не дает никому нормально жить а противостоит ему то есть ей звать ее мара группировка мятежников которые ее вот сейчас с нашей помощью свернут и все будут жить долго и счастливо при должном умении даже такую банальщину можно превратить в интересную историю но гост раннер таким не отличается и дело даже не в практически полном отсутствии в игре катсцены постановки хотя это все же бросается в глаза и дает знать что игра весьма бюджетная как бы круто она не выглядела проблема в том что она пытается рассказать масштабную историю о проблемах общества в этом мире и о том как мы их решаем но при этом мало того что весь сюжет раскрывается только через диалоги трех персонажей один из которых мы и мы ничего не знаем остальных мы никогда не видим и всю дорогу они на серьезнейших щах сокращаются о том как же все плохо а игра вообще даже не пытается нормально устанавливать обозначать мир в котором происходит все действие вступительная катсцена за все свои две минуты кроме красивых кадров с нашим бегущим которых всех режет на кусочки успевает только показать как мара отрывает ему руку и выкидывает из окна высокой башни а уже во время игры из диалогов мы узнаем что там был какой-то бунт но бунт кого против кого из-за что пока что хрен знает потом появляется некий архитектор он же тот голос нашей голове который постоянно с нами беседует вроде бы как он все это место изобрел но его у него отжали и теперь он с нашей помощи хочет себе все вернуть чтобы потом вернуть порядок своей твердой рукой и железной волей чтобы это не значило а в какой-то момент действие вклинивается мятежница по имени зои которая помогала восстанавливать джека так зовут нашего главного героя после его падения и которая теперь тоже ему помогает бороться с нынешним тираном но уже больше путем выгодным для сопротивления что не нравится архитектору и в итоге оба тянут джека в свою сторону мне голова болит на самом деле все не так сложно главное архитектору нужен джек чтобы избавиться от мара и вернуть власть себе а зои нужен джек чтобы избавиться от мара и дать власть людям как сказал сам архитектор и казалось бы раз у нас есть четко заданный злодей которому мы все втроем противостоим то наверняка же у нас как у игроков есть и сильная мотивация этого злодея победить так ну нет здесь все снова упирается в построение мира это насколько плохо игра с этим справляется оказывается когда-то в этом мире произошел какой-то апокалипсис какой именно из-за чего когда этого мы не узнаем и в итоге сейчас люди живут в некоем сооружении какие-то его части зовутся базы какие-то городом какие-то башни но с визуальной точки зрения разницы не то чтобы прям много и как-то вроде бы на этом и все за всю игру мы не увидим ни одного простого человека только стражников мары которых мы пускаем на суше нам так и не объяснят нормально что в этом мире за общество как она живет и что с ним стало я даже так и не смог до конца понять какую именно функцию здесь выполняют сами бегущие за одного из которых мы как раз играем вроде бы как они помогали повстанцам и защищали людей пока мара захватывала власть но при этом же они были проектом самого архитектора который типа очень умный готовил для себя защиту на случай всяких бунтов и когда-то давно он сотрудничал с марой пока она не свихнулась или что там с ней произошло и хз и при этом же сам джек в итоге против него и восстал суть в том что этого мира мы видим слишком мало в нем объяснено слишком мало а в том что объяснено полно несостыковок нам все время говорят что людям здесь живется ой как плохо их всех угнетают и так далее но видим ли мы это хоть раз за прохождение нет нам все время говорят что мара это плохо и от нее надо избавиться но видим ли мы это за исключением того что на улицах грязно в общем то нет сама мара впервые появляется только в последнем акте который длится часа полтора от силы из 7 что у меня заняло прохождение так что по-настоящему узнавать ее характер мотивы и все прочее мы начинаем очень поздно и времени на это все равно мало хотя нет времени пожалуй достаточно только сама игра им распоряжается неэффективно этот мир просто не ощущается как живое место как что-то что могло бы существовать даже как что-то просто логичное потому что есть моменты когда игра пытается устанавливать какие-то правила по которым он должен работать но потом сама же их ломает также кибербездна например каждый раз когда мы в нее погружаемся у нас пропадают абсолютно все наши способности из чего логично сделать вывод что пусть это и неприятно в плане геймплея но это все же особенность того как работает это пространство она не считывает реальные способности пользователя кроме одного раза когда она это все же делает самом конце когда мы через эту кибербездну прорываемся к архития который используя весь наш мувсет и кстати это в итоге получается одно из самых крутых и адреналиновых платформинговых секций в игре прям круто вышло почему потому что вот почему и все это подается прям на ультра серьезных щах но все к чему это приводит это закатывание глаз или быть может легкую усмешку над тем о чем говорят персонажи кстати за свои часов 7 игра все же умудряется один раз пошутить хотя я не уверен что она делает это осознанно забавно слышать это от того кто больше всех здесь разговаривает а кто чаще всего произносит бессмысленные реплики как результат персонажи конечно временами дискутируют о том как сделать дарма сити снова великим но все на чем это останавливается красивые высокопарные и абсолютно ничего не значащие заявления архитектор как вы собираетесь восстановить это общество железная воля твердая рука одно предназначение круто чё повстанцы как вы планируете сделать жизнь лучше власть народу шикарный план надежный как швейцарские часы с другой стороны с тем насколько слабо здесь в целом обозначен мир большего и не нужно билбордов с гранжевой рекламой биомайонеза чтобы это не было должно хватить вам может показаться что я как-то уж очень жестко проезжаясь по сюжету этой игры и вам наверное даже не кажется просто если сама игра воспринимает себя настолько серьезно то и я тоже буду так делать хотя никто и не говорил что сюжет это сильная сторона ghost runner и он ей не является не ради него и и стоит проходить зато он вносит в игру разнообразие в лице боссов их здесь аж целых три и в виду особенности геймплея сражения с каждым из них проходит весьма необычно в основном они завязаны на тайминге уклонения и нянчатся с вами тут не будут ни разу к примеру первый босс том или же т 073 м с первых же секунд покажет вам почему свое предназначение не пускать город посторонних он выполняет так успешно том это огроменная лазерная установка который выпускает из себя во все стороны сотни смертельных лазеров и ваша задача прорваться сквозь их все и отрубить всю эту штуку эти лазеры постоянно быстро двигаются их очень много а вам через них нужно платформить используя все доступные приемы пока вокруг все мельтешит и дезориентирует вас промахнетесь мимо свободного окна хоть на долю секунды вы труб и да пусть эта хрень убила меня больше сотни раз но благодаря всем тем вещам что геймплей делает правильно выискивать правильные тайминги в каждой фазе было весело да она бесила но это все равно было круто жаль только что остальные два босса далеко не такие интересные сложные или даже эффектные в конце же всей этой истории я остался в некой растерянности конечно же заканчивается все хорошо мы побеждаем мару от архитектора мы тоже избавляемся он же тоже не совсем хороший чел и чем дальше тем подозрительнее он себя вел раскрывая свою цель в виде полного контроля над всем вокруг и как бы в красивой финальной кат-сцене мы впервые видим этот мир хотя бы мельком видим людей что здесь живут и это на самом деле имеет гораздо большее влияние на восприятие чем кажется по первости на фоне закадровый голос зои повествует о том как все стало потихоньку меняться от чего люди освободились почему-то это все выглядит как проблеск того какой игра могла бы быть всю дорогу как показатель что у этой истории и мира был потенциал который сценаристы при желании могли задействовать но не задействовали из-за чего какого-то удовлетворения концовка не шибко приносит мы вроде всю дорогу куда-то шли что-то делали это по видимости помогало повстанцам бороться с какой-то угрозы а потом мы с этой угрозой разделались и как-то на этом все от чего мы хоть мир спасли то причем оказывается что к игре планируют делать сиквел но зачем я если честно не очень понимаю история уже вроде как закончена и я не думаю что делать новый каустранер более позитивном сеттинге это хорошая идея но все равно посмотрим что из этого в итоге выйдет надеюсь что хотя бы сам мир начнут развивать глубже ghost runner это все равно одна из самых уникальных игр что я проходил за последнее время пусть сюжет меня не то что не двинул но даже не заинтересовал но суть здесь не в нем эта игра где вы упер ниндзя который всех подряд режет пополам бегать по стенам повсюду летает не зная гранит собственной крутости эта игра которая умело связывает каждую новую ситуацию с предыдущей так что выбраться из ловушки вот эту комнату еще пройду и все становится почти нереально как бы много поражений вы не терпели название студии разработчика здесь себя весьма иронично оправдывает мгновенные рестарты и саундтрек разгоняющий кровь венок свое дело делают отлично это одна из тех игр в которых путешествие важнее финала она сложная она будет вас бесить ей плевать кинете ли в геймпад в телевизор или нет и она в курсе всего этого поэтому если вы прорветесь через все сложности что она перед вами ставит она даст вам настолько мощное ощущение собственной крутости что с ним очень мало что сравниться а потом вы захотите ощутить его заново и еще раз и снова сейчас еще десяток другой раз умру и все получится игру вы за это ненавидите конечно но этим она и нравится спасибо за просмотр спасибо за просмотр